Приветствую! Я долго не мог решиться снимать это видео. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что, ответив на этот вопрос, часть из вас от меня отпишется, потому что не все оценят такую позицию. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что общение с адвокатом — это вопрос доверия. И чтобы доверять человеку, нужно понимать, а что у него в голове. И прежде всего, а какие у него ценности. Сейчас, в то время, когда в стране идет война, безусловно, ключевым вопросом стоит вопрос, а почему ты не в армии? И в комментариях многие уже писали, что, мол, да, наверное, ты уклонист, наверное, ты купил себе белый билет и подобные разные вопросы. И вот поэтому я хочу в данном видео дать ответ на вопрос, почему я не в армии, чтобы, ну, скажем так, расставить все точки над «и». Отвечая на этот вопрос, по сути, есть два аспекта. Разбираясь в этом вопросе... Отвечая на этот вопрос, хочу выделить два момента. Момент первый — юридический. То есть, есть ли у меня юридические основания для того, чтобы не быть мобилизированным сейчас. И вопрос морально-этический. Так вот, с первым вопросом давайте разберемся. Есть ли у меня юридические основания для того, чтобы не быть призванным в армию? Как у адвоката? Безусловно, нет. Мы с вами прекрасно знаем, что адвокаты не пользуются никакими привилегиями в контексте мобилизации. Но, начиная с 2007 года, и здесь я акцентирую ваше внимание, что я не с 2022, а с 2007 года являюсь научно-педагогическим работником. То есть, по сути, я, закончив университет, пошел учиться в аспирантуру, и после аспирантуры я остался преподавать на кафедре. И всю свою жизнь у меня практическая деятельность идет параллельно с научно-педагогической деятельностью. И, как мы с вами знаем, на сегодняшний день в соответствии с законом о мобилизационной подготовке и мобилизации, научно-педагогические работники, которые имеют ученую степень, либо ученое звание, освобождены от мобилизации. На сегодняшний день я являюсь заведующим кафедрой, у меня есть ученая степень, есть ученое звание, и, соответственно, по закону я освобожден от мобилизации. Поэтому, друзья, здесь никаких подводных камней нет, я не уклонист, я не избегал повесток, я не покупал какие-то там белые билеты, инвалидности и прочее. У меня есть законное основание для того, чтобы не быть призванным на службу в армии по мобилизации. Конечно же, вы скажете, ну, мол, и что? Ну, и что, что у тебя есть юрооснование? Ты, мол, здоровый мужик, как бы давай можешь пойти добровольцем. Но, к сожалению, здесь не очень должен сказать здоровый, потому что в свое время занятия спортом привели к травме, да, потому что серьезно занимался штангой, ну, и, как говорится, там, диски вышли немножечко, да, диски покинули здание. Вот. Но это такой аспект, это не морально-этический. Морально-этический аспект заключается в следующем, да, почему ты не пошел добровольцем, да, тебе ничто не мешает глобально пойти сейчас добровольцем. Друзья, к сожалению, вот это тот вопрос, на который мне не хотелось давать ответ, потому что он, ну, он не очень приятный, не очень приятный для меня, потому что нас воспитывали так, что ты не можешь признаваться в определенных вещах. В определенных случаях ты должен соврать и выглядеть красиво, а не сказать правду и выглядеть, наверное, некрасиво. Но вот здесь я хочу сказать правду, пусть она будет некрасивой, неприятной для меня, но вот я в каком-то, в какой-то момент решился, да, чтобы снять всякие обвинения с себя, да, и чтобы, ну, вот была открытость, вы понимали, кто перед вами. К сожалению, к большому сожалению, я знаю, как летит калибр, как он приближается. Я знаю, как он взрывается. Я знаю, как после этого дрожит земля, дом и ноги. Да, да, я знаю, как дрожат ноги у человека после того, как он ощутил вот эти, такие прекрасные ощущения после взрыва калибра. И я сейчас не в армии, потому что мне страшно. Ну вот я абсолютно мирный человек, никакого отношения никогда к армии не имел, никакой подготовки не имею. Но это не отговорка, безусловно, про подготовку, да. Мне просто страшно там находиться. Моя нервная система устроена таким образом, что я понимаю, что оказавшись там, я бесполезен, как минимум, скорее даже буду вреден. Ну даже это, наверное, отговорки. Потому что основной аспект, основной ответ, он простой. Мне страшно там быть. И мне неприятно это говорить, да, потому что мужчина должен быть всегда сильным, всегда должен идти на риски и прочее. Но это тот риск, на который я не смог пойти. И, скорее всего, и не смогу. Я не прикрываюсь, заметьте, там, за красивыми словами о том, что мне убеждения не позволяют, что я там пацифист или что-либо подобное, да. Я говорю так, как есть, говорю так, как я чувствую. Да, наверное, сейчас кто-то из вас скажет, слабак, не мужик, да. Ну есть люди, которые поддерживают пана подалека. И я абсолютно на вас не обижаюсь за это. Это ваше видение. И, безусловно, есть люди, которые имеют полное право. Абсолютно. И я с ними согласен, да. Потому что когда человек пошел добровольцем, да, и он может, наверное, сказать, да, что ты слабак. И я согласен. Потому что тот человек, который пошел добровольцем, да, для меня герой. И я понимаю, что этот человек гораздо сильнее меня. Я отношусь к нему с огромнейшим уважением. Почему? Потому что я понимаю, что этот человек обладает теми качествами, которых у меня нет. И, скорее всего, никогда не будет, да. Потому что приобрести эти качества очень сложно. Но хочу вам сказать, что, по сути, это единственная причина, которую я говорил, да, почему я не в армии. То есть здесь мы не поднимаем никаких вопросов политических, да. Особенно там люди любят писать в комментариях, что, мол, а чему ты на державней мове, да. А может, ты же коллаборант все-таки в связи с тем, что ты разговариваешь на русском языке. Нет. Здесь снова никакой политики нет. Я разговариваю на русском языке, потому что это мой родной язык. И никаких других подводных камней здесь абсолютно нет. Друзья, вот такая получилась правда. Она, ну, откровенно говоря, для меня, может, не слишком приятная. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы понимали, кто перед вами. Ну, а теперь вам решать отписываться от адвоката Олега Лукьянчикова, либо все-таки продолжать смотреть его видео, потому что эти видео, надеюсь, приносят вам пользу, являются вам полезными и помогают вам реализовать ваши права в нашей стране. Друзья, на этом буду заканчивать. В принципе, на основной вопрос я ответил. Безусловно, желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.